Добрый день! Всех приветствую и спасибо, что пришли послушать, как мы готовимся, как мы будем праздновать 85-летний юбилей. В принципе, для праздника сегодня все готово. Утром у нас состоялась видеоконференция с главами спальных образований и главами администрации Ленинградской области, где мы еще раз обсудили сценарий проведения нашего праздника. По большому счету, больших замечаний не было. Нас единственное, что волнует, это какая будет погода, потому что часть мероприятий проходит под открытым воздухом. Естественно, нам бы не хотелось, чтобы были проливные дожди, погода была холодная, чтобы не испортить праздник. По традиции, Ленинградская область ежегодно проводит свой день рождения в одном из городов Ленинградской области, которые выбирает конкурсная комиссия. Идет нешуточная борьба за право проведения Дня Ленинградской области в том или ином городе. И причина абсолютно простая и понятная. На подготовку к празднику Дня Ленинградской области, тому городу, где будет проводиться праздник, выделяется определенная сумма средств из областного бюджета для подготовки именно не самого праздничного мероприятия, а для подготовки города, для решения каких-то насущных проблем города именно в течение годового периода со своком завершения к празднованию. Как правило, эти деньги идут на объекты внешнего благоустройства, на ремонт фасадов, на ремонт инженерных сетей. В Кингисепе, например, активно ремонтировали кровли жилых домов. То есть, как у нас есть такое выражение, город причесывается к празднику. Это абсолютно нормально. В этом году было выделено 150 миллионов рублей. Из них 140 миллионов рублей непосредственно к городу Луга и 10 миллионов рублей Лужскому району для проведения... У меня телефона нет. Возможно, это... Уважаемый коллеги, я прошу прощения. Будьте добры, выключите мобильный телефон и фонит, камера в мешает. 10 миллионов было выделено Лужскому району для проведения некоторых технических, хозяйственных мероприятий на уровне Лужского района. А праздник у нас начнется традиционно, то есть построение праздничных колонн, прохождение колонн по центральной улице города, затем торжественная концертная часть, по окончанию традиционных приемов губернатора Ленинградской области, почетных гостей и жителей районов Ленинградской области, которые будут являться делегатами данного праздника, и затем уже мероприятие для самого города, это проведение концертной программы и праздничный салют. То есть программа, она отработана, каких-то особых новшеств, ноу-хау или какой-то изюминки в этой программе вряд ли будет, потому что, еще раз повторю, она традиционная, и мы стараемся эти традиции соблюдать. Меняется только концертная программа периодически, ну и меняются декорации, это города Ленинградской области. Хочу сказать, что делегации, как всегда, были традиционно в всех районах Ленинградской области. В состав делегации, прежде всего, входят почетные граждане районов, те люди, которые заслужили право быть в делегации, потому что мы считаем, что это определенное поощрение побывать на таком празднике, День Ленинградской области. Ну и в этом году, может быть, мы немножко, по сравнению с предыдущими годами, расширили сувенирную продукцию. То есть у нас будет, учитывая, что это юбилей, будут представлены две книги об истории Ленинградской области, ну и дальше такой небольшой сувенирный набор, опять-таки, с символикой Ленинградской области. Ответственность за это мероприятие от правительства Уткина Олег Анатольевич, вице-губернатор. На сегодняшний день, еще раз повторю, особых проблем у нас нет. Что касается безопасности, то у нас тоже схема отработана, и сотрудники ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области будут в этот день в Луге вести усиленную работу, будут усилены традиционные наряды милиции в Луге. Ну а как показывает практика, стучу по столу, что в этот день особо происшествий у нас не случается, потому что в основном делегаты все люди достойные, ведут себя достаточно уравновешенно и грамотно. Что касается жителей Луги, то они все тоже будут присутствовать на торжественной части. Единственное, чем они будут отличаться от делегатов, то, что делегаты будут сидеть на стульях, а жители будут концерт смотреть стоя, но это нереально. Там огромное количество людей, там обычно 10 тысяч человек собирается предусмотреть сидячие места. Этим делегат будет отличаться от не делегата, а от жителей города Луги. Ну вы знаете, что Ленинградская область в духовном плане и в историческом плане уникальны. Регион Российской Федерации, я бы даже так сказал, что мы являемся в определенной степени жемчужиной. Российская Федерация именно то, что касается старинных храмов, монастырей, намоленных икон, паломнических мест, старинных крепостей, старинных поселений, усадь. Я здесь, когда говорю о духовном возрождении, гордуховной культуре Ленинградской области, мы здесь говорим не только о православии, но мы также и говорим о тех людях, которые проживали на территории сегодняшней Ленинградской области, которые творили на территории сегодняшней Ленинградской области. Это люди оставили огромный след культуре России. И мы как раз хотели вот в этот год, во-первых, их всех вспомнить, а во-вторых, чтобы этот год был для нас такой точкой отсчета по восстановлению уникальных тех мест, которые мы, к сожалению, за последние лет 60, наверное, 70 утратили, уже часть исторических мест мест мы утратили, где-то уже даже не осталось фундаментов, где-то сегодня это постройки на уровне фундамента или на уровне руин, но хорошо, что сегодня у нас есть друзья, партнеры, которые приходят и восстанавливают эти исторические места, как, например, недавно мы вместе с министром транспорта Соколовым были в селе Пыталово, где будет восстанавливаться один из красивейших памятников именно христианской культуры, православие, собор и иконы Тихийской Божьей Матери, вы знаете, что Пыталово еще с Петровских времен, это единственное село, где не было крепостных, это было вольное село, вольных каменщиков, они добывали камень, с которого построено большинство старых зданий Петербурга, и они имели статус вольного села, это было очень богатое посеяние, и там был очень такой красивый, богатый храм. Это последний пример, это буквально состоялось несколько недель назад. У нас есть люди, которые готовы восстанавливать старинные усадьбы, у нас есть компании, которые готовы восстанавливать в разрушенном состоянии наши дворцы, но для этого нужно решить, прежде всего, вопрос собственности. Очень трудно решается вопрос на уровне Российской Федерации, и практически ни один памятник федерального значения, который находится на территории Ленинградской области, ну за редким, может быть, исключением, как Качинский, может быть, дворец, значит, и ряд других, хотя Качинский дворец сегодня уже принадлежит Петербургу, значит, не передается в долгосрочную аренду, и в то же время не выделяются средства на его содержание. На уровне области законодательный вопрос решается проще, и поэтому мы как раз хотим использовать год духовной культуры, духовного возрождения для того, чтобы ставить перед федеральным правительством опроса передачи этих уникальных, но уже руинированных памятников Ленинградской области для того, чтобы мы могли помочь найти пользователей для этих памятников, и чтобы эти пользователи, эти памятники совместно с нами восстанавливали. Мы готовы им решать вопрос по земельным участкам, мы готовы им решать вопрос и помогать по инженерным сетям, по дорогам, но понимаем, что собственных сил у нас никогда не хватит, чтобы эти уникальные памятники восстановить. А у нас действительно взять тот же Кенгисепский район, деревня Котлы, усадьба Альберта. Еще 15-20 лет назад она что-то из себя еще представляла. Сегодня практически там находится руина, ну, можно много там. Тот же готический замок баронов Врангелей, который был уникальным памятником архитектуры, сегодня его нарастаскивают на кирпичи, и мы пытаемся это сохранить, но эти вещи надо решать. Не хочу обижать район Ленинградской области, но действительно у нас ситуация по среднеэкономическим социальным показателям по ряду районов ниже, чем среднеобластные показатели. Мы сюда относим Бокситогорский район, Подпорожский район, Владынопольский район, Сланцевский район, отчасти Ружский район, ну, в меньшей степени сюда уже можно относить Тихвинский район, Волосовский район. Я бы их уже сюда, наверное, уже не относил. То есть вот, наверное, самая сложная ситуация в пяти районах. И вы знаете, как из последней поездки в Бокситогорский район я вынес за дно, что действительно для того, чтобы район развивался, нужно создать его условия. Потому что санкадровый потенциал того же Бокситогорского района меня удивил. И главы меня удивили, первоуровные, которые, в отличие от предыдущих поездок, очень серьезно рассуждали, что такое структура налоговых, неналоговых доходов, как определяются, так сказать, показатели, значит, стабильности муниципального образования первого уровня, что для этого надо. Также меня удивили и директора управляющих компаний в сфере ЖКХ. Да и вообще, вот возьми мысли дальние районы, то они нас всегда, на всех выборах, всегда поддерживают и голосуют достаточно активно и уверенно. И даже что-то немногое мы сделаем, они нас уже за это благодарят. То есть мы сделали там ремонт некоторых социальных учреждений, даже немного мы построили, ремонт, реконструкция больницы, там ремонт музыкальной школы. Где-нибудь в Гачине или в Очеловске, это мы даже не заметили. А здесь вот люди это все искренне воспринимают, благодарят. Поэтому нужно понимать, что мы должны что-то им взамен дать за ту поддержку, за тот кредит доверия на протяжении последних 10-15 лет, они которые нам оказывают. Мы должны дать условия для развития там экономики. Хотя я общался с рядом своих специалистов в субботу, и они говорят, что это путь в никуда. То есть мы будем вкладывать деньги в территории, куда, возможно, бизнес и не придет. А мы уже вложим деньги. Поэтому говорят, давайте вкладывать не в ближайшие, но в средние территории, как то Кировский район, Тосинский район, тот же Гачинский район. Давайте туда вложим деньги, туда бизнес точно придет. Но тогда у нас никогда не изменится ситуация. Я все-таки считаю, что власть, региональная власть, она для того и создана, чтобы она должна определять стратегию, она должна в том числе участвовать в стратегических проектах. Я сказал три вещи, которые необходимы, чтобы эти районы заработали. Заработали в плане привлечения бизнеса и обратного получения налогов. Первое – это логистика, то есть туда должны быть нормальные дороги, не только автомобильные, все дороги, то есть нормальное сообщение. Второе – там должен быть понятный закон об инвест-деятельности, дорожная карта, прописанная по инвестициям от области, заканчивая муниципальным районом с первым поселением, чтобы инвест-сторой было все понятно. И там должна быть инфраструктура. Я в инфраструктуру – это понятие емко, это энергетика, это коммунальное хозяйство, значит, это газоснабжение и так далее. Вот если эти условия, они наложатся друг на друга, тогда туда придет инвестор, потому что там сегодня самая высокая безработица, то есть с одной стороны есть кадровый потенциал, с другой стороны часть этого кадрового потенциала досталась. С советских времен работали на крупных предприятиях, это люди грамотные, обучаемые, не настолько там, так сказать, сложная ситуация именно соотношения пожилого и трудоспособного населения. И самое главное, там очень хороший, здоровый менталитет людей. Вот если все это наложится, тогда эти территории у нас заработают.